Кубок Мэра Москвы 2023 это единственный турнир, в котором ЦСКА принял участие в этой предсезонке. Я буду тихонечко, медленно рассказывать про весь турнир, все матчи, которые там прошли, в принципе, ничто не смотрел, кроме ЦСКА, естественно, поэтому это будет просто быстро, по счету, по турниру и давайте начинать. Значит, кубок проходил на арене Мегаспорт, длился он в период с 24 по 27 августа 2023 года. И были две группы ЦСКА, Динамо, Москва и Амур, это группа А, и Спартак, Витязь и Кунлунь, Редстарт, группа Б. Первый тур, ЦСКА играет с Динамо, Спартак играет с Витязи. И там, и там счет закончился со счетом 3-2. А как во встрече Спартака и Витязи шла игра, я вообще не знаю, понятия не имею, что там было в группе В, имеется в виду, я матчи вообще их не смотрел, только счет финишный. А вот в группе А, ЦСКА и Динамо, Москва дали действительно жару и такой вот равной борьбе. Динамо с Никитой Гусевым, другими хорошими игроками, выглядит еще страшнее, чем в прошлом сезоне. И что же, ЦСКА выигрывает со счетом 3-2 еще раз, и матч шел по такому сценарию, что Динамо открыли счет, ЦСКА быстро вперед 2-1. Потом Динамо сравнивает, и третью шайбу ЦСКА забрасывает Михаил Григоренко, очень красивую шайбу, кстати. И это приносит ЦСКА первую победу на этом турнире. Во втором туре Спартак выиграл с китайским Кундунем и завершил там все со счетом 4-1 в пользу Спартака. И Спартак обеспечил себе место в финале, уже не в зависимости от того, как сыграют на третий игровой день команды. А ЦСКА и Амур сделали тоже достаточно интересную игру. Амур отчасти контролировал эту игру. Фи местами вел в счете, ЦСКА все равно отыгрывался, и все закончилось только в серии буллитов. Очень хороший состав сейчас у Амура, и они даже способны бороться за высокие места в континентальной хоккейной лиге в этом сезоне. Хороший новый тренер, много талантливых игроков. Такой опытный вратарь Игоря Попков, как-то уже такой старый для хоккея, но все равно хороший. И вот они все сыграли до буллитов аж ЦСКА, действующим обладателем Кубка Гагарина, и проиграли. И ЦСКА тоже обеспечил себе место в финале, где они сыграют со Спартаком вечером. Ну, если точнее, то уже сыграли. А третий тур – это Витязь и Кунлунь Родстарт. Витязь выиграл по буллитам 4-3 у Кунлуня, и вышел в матч за третье место. А Кунлунь, соответственно, матч за пятое. И Динамо Минск, извиняюсь, Динамо Москва и Амур в своей группе сыграли со счетом 6-1 в пользу Динамо. Это удивительно, потому что Амур дал еще больше силе ЦСКА, нежели чем Динамо. И именно поэтому этот разгром был очень сенсационным для Амура. И, к сожалению, Амур отправляется в моё 105-е место с Кунлуньем. На следующее утро как раз-таки Амур и Кунлунь встречаются друг с другом. И по буллитам Кунлунь выигрывает, что достаточно, наверное, сенсационно. Хотя обе эти команды сенсационные, как еще раз повторю, Амур и Кунлунь, которые выиграли какой-то там турнир, не знаю, как он называется, недавно. И выглядит устрашающе. В матче за третье место сошлись вторые места группы А и Б. Динамо, Ми, Москва и Витязь. Динамо выиграла со счетом 5-2. Разница в три шайбы. Но это ожидаемо. Динамо все заслужили тут твердую троечку. Третье место, точнее. Не смотря на то, что Амур еще был пресендентом на это. Но Амур это не заслужил. Потому что они хоть и постарались в матче с ЦСКА, но, наверное, сюда и все силы потратили. И на остальные матчи сил просто не осталось. И финал. Московское дерби. ЦСКА-Спартак. Это уже не то дерби, которое было, допустим, в зиму этого года. То бишь, сезон 22-23, где ЦСКА с крупным счетом и очень большим отрывом обыгрывал Спартак. И это было очень скучное дерби. Это уже совсем другой Спартак. С огромными и громкими трансферами. И поэтому с ЦСКА бой был очень равный. Ну, со стороны так-то. А вообще, по факту тут, ЦСКА очень вяло играл. А вот Спартак выжимал на все, чтобы стать королями Москвы на один год. А может и на большее, что узнает в следующем году, что будет. В общем, Спартак выиграл 3-1. Первый период за Спартаком 1-0. Потом во втором ЦСКА сравнял. В третьем периоде там за 4 минуты до конца матча ЦСКА пропускать вторую шайбу. А за ней и третья. Грустно это признавать. Но Спартак, главный враг армейцев моего любимого клуба, победил. ЦСКА. Ну что же. Всем спасибо за просмотр. Ждите новый сезон. Буду обсуждать все матчи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok